Так, голосование. Ну что, давайте перейдем, ебать, к ответственной части. Бангода. Бля, ну я думаю, тут как бы вопрос не должно никаких возникать, ебать. Так сказать, самые плотненькие, блядь. Банусер, ебать. События года. Эвика Картер и мировой рекорд по часам стримов за 30 дней. Пиксель батл, новые рекорды по онлайну и карантин. Не, пацаны, вы должны понимать, что для меня, ну, во-первых, бля, я не понимаю, как карантин относится к событию года в сфере стриминга, если только на как новые рекорды по онлайну, блядь. То есть, блядь, ну, карантин это не стримерское мероприятие, блядь. То есть, для меня это новые рекорды по онлайну, блядь. А карантин это, типа, благодаря чему это, собственно, блядь, было, произошло всё. Пиксель батл, не, пиксель батл для меня это, блядь, что в том году, что об этом хуйта, ебта, блядь. Новые рекорды по онлайну, ебать. Это его мнение, блядь, конечно, нахуй. Дальше, музыкальный исполнитель года. Скажите людям, что я сделаю богатым того, кто принесёт мне лучший нож в этом городе. Здрасте, а тут африканское напыление университет. Этот нож создавали по личному зак... Это невозможно. Какого чёрта, Фредо? Изидроп. Убийственные цены. Ссылка на сайт и промокод в описании ролика. Ну, у меня, если вот на чистоту, блядь, конечно... Вот категория, вот у меня сейчас, блядь, вот прям на глазах у меня, помимо капли из первой, у меня ещё вот три человека в этой категории я рассматриваю. Реально, чтобы их, как бы, так сказать, как-то задействовать. Это Эксайл? Это Скилз? А, ну и всё, блядь. А, ну и чё у Тендерли? У Тендерли выходили пиздатые треки, которые прям вот именно вот такие массовые-массовые прям разрывали, блядь. Просто у Эксайла прикольный альбом вышел. Я до сих пор слушаю его треки. У Скилзал очень качественное музло выходит, да. Ладно. Скандал года. Блядь, ну для меня вот из всего этого, тут ДДОС атаки стримеров, когда на нас нападали вот эти хакеры, блядь. А скандал бустера на стримфесте, для меня это вообще, ну, это не скандал года, блядь, вообще. То есть я, мне просто, ну, мне, конечно, было неприятно, блядь, но мне... Я не понимаю, почему это все так помнят, блядь. Котики на Твиче. Блядь, ну это весело было, но это тоже не скандал. Ботовода, что это за хуйня? Типа кто-то крутил кому-то или что? А, или вот эти, которые залетают, типа, спамят ссылки, да? Типа школьниц, вот это все, да? Ну это, блядь, какой скандал тоже хуйня. И страйки DMCA. Ну, блядь, на самом деле, давно было вообще. Ну, блядь, для меня вот это самое то, что у меня прям все сгорело у нас. Оно с отчасти сплочило, прям, я помню этот момент, когда мы не могли стримить, когда мы запускали стримы, у нас ложился все, блядь. У нас так горело, мы, блядь, сидели, пацанами решали по ночам, я, Вадя, там, Каравай, блядь. А вы еще дудосили, блядь. Я, по-моему, я так и думаю, сука, это злой, блядь, потому что его не дудосит, блядь. Блядь, это грязная хуйня. Еще Крита тогда тоже, блядь, ебашили, блядь. Это жесткая тема была, блядь, пиздец. Так, идем дальше. Шиперство года. Дина Блин и Дмитрий Ликс. Дина Блин и Инсайдер. Злой и Диана Рис. Злой, что значит буква Н? И Фруктовска. Гаечка Тэм и Жожуха Ф. Гаечка Тэм и Хесус АВГН. Слушайте, ну я выберу вот здесь то, что у меня прям сердечко вот именно лежит. То, что у меня прям... Ну, знаете, в то, во что я верил и в то, что я бы реально хотел, чтобы это было. Не просто шиперством, блядь, а чем-то больше. Вот так вот я бы сделал. То есть для меня вот именно они, блядь, знаете, это то, во что я. Прям вот хочется верить, типа. Остальные так, блядь, детские шалости, всё хуйня, то есть как-то, я не знаю. Знаете, смотришь и понимаешь, блядь, пиздёшь, блядь. Хуйня всё, типа. А это как бы, знаешь, то есть я... Они как бы не скрывают, что это всё хуйня. Но они такие милые, блядь, я не знаю, прям... И может быть, знаешь, они ебут вместе, то есть типа, ну, блядь, очень бы хотелось бы это увидеть. А Вишней Марк... А, ну, кстати, Вишня тоже с Марком прикольная. То есть, я так понимаю, они ебались? Да нет, не ебались. Ну, они, я не знаю, как говорит Диман, то, что они, блядь, так сказать, плоды разных огородов, блядь, так сказать. Ну, разные, короче. Ну, то, что Диман говорит, знаешь, может быть, это просто... Ну, хотелось бы, конечно, знаешь, лицезреть, типа, эту прекрасную пару. На Твиче прям? Контент-мейкеры они. Да и нахуй, типа, на Твиче, зачем на Твиче? Именно просто, чтобы в жизни, блядь. Они скрываются, да нихуя они не скрываются, блядь. Они разы не встречаются, да нихуя, блядь. Я бы так хотел, чтобы, блядь, Диман натянул Диночку, блядь. Пара года. Симпа Ларинян, Эвелон Генцуха, Макривский Юичка, кореш Зи и Кухня. Блядь, сложно сказать. Все, все прикольные, блядь, ребята, нахуй. Кореш с Кухней прикольные, ебать, тоже. Они так, знаешь, у них так все совпало, там, вот это, блядь, стрим лавс, и он уже ее промеж Титик трахает, блядь. Очень мило, да. Я, наверное, кореша Кухня выберу. Мне просто нравится, понял, что такая, типа, кухня, мамочка, кореша, Титика его кормит, блядь, типа. То есть вот такая охуя, то есть она же старшего, там, ну так, есть такая разница небольшая, там. И что она его молочком козьим, блядь, на лоб ему пшикает, блядь, это прикольно. Скват Годы, блядь, блядь, ну тут мне кажется, пузата хата, ебать. Пузата хата разъебывает, блядь. Пузату хату ебать берем, нахуй. Стример Годы. Блядь, для меня это человек, нахуй, больше, чем стример Годы. Для меня это стример Века, стример Жизни. Стример, блядь, планеты. Это то, что выбираю я, это мой выбор. Это то, от чего я получаю реальное удовольствие. Нету зарка, к сожалению, но похуй. Это то, реально, от чего я кайфую, то, прям, то, что... К сожалению, но похуй. На что мне приятно смотреть, а то, от чего у меня стоит Пэннис, блядь. Нет, для меня, я не знаю, для меня, блядь, Диман, это, блядь, легенда, нахуй. Как стример, блядь, это что-то, знаете, это что-то совершенно с другой планеты, блядь. Это что-то, блядь, вообще с другой планеты, ребята, блядь. Это ещё тот сорняк, сука. Стримерша года. Ебать, блядь. Якадзе 007, блядь. Киберспорт стример года. Блядь, тут меня нет. Какого-нибудь здесь выбирать, блядь. Симпл, блядь. Игровод контент-мейкер года, блядь. Блядь, ну это вообще пиздец, блядь. Якадзе 007, блядь. Лучая стримерша, блядь. Блядь, ну вела в геймс, наверное. Он всё время так прикольно к стримам подходит, блядь. Он красавчик, нахуй, уважение ему конкретное, блядь. Прорыв года. Опять зарка нет, блядь. Конечно, Макривский, блядь. Для меня, ребята, это Макривский, блядь. Тут сто процентов, блядь. А, хотя нет, стоп-стоп, забирай, блядь. Якадзе 007, блядь. Любимая, блядь. Кринж года, блядь. Блядь, ну как я могу выбрать кринж года, нахуй, если для меня кринжа, блядь, не существует. Просто банально, его реально нет, блядь. Как и демана в этой категории. Пизду своей вольни, ёбта, слышишь, как дублёнку захлопни, ёбта, блядь. На пуговку застегни, ебать, сперму, блядь, ебать. Блядь, ну ёбаный сыр, ну кринж года, блядь, ну кто, ну. Камика Джойна не смотрел. Кореша так чуть-чуть, злого. Блядь, да я вообще не смотрю стримы, ебать, мне очень сложно выбрать. Ну просто вот максимальный долбоёб, это злой. Смайли года, блядь. Я долбоёб, блядь, я только недавно узнал, что вот эта хуйня, ага, как скажешь. А, нихуя, блядь, ага, как скажешь, блядь, я думал, ты просто, типа, я думал, кенты в ручную пишут, ахаха, блядь. А как этот смайлик выглядит? Блядь, я же Беттер ТВ установил, нахуй. Вот он, блядь. Я думал, ты просто ахаха, типа, просто знаешь, как быстро на клатое хуярит. Мне нравится Биболтумб, он максимально, блядь, передаёт атмосферу вообще. Всю, ебать, всю происходящую, Биболтумб, ебать. Конкретно наплакать можно, блядь. Шоу года, это мафия вадина 100%, блядь. Я пойду с, с хрином познакомился, он, на самом деле, охуенный кейн. Реально, охуенный, знаете, то есть может со стороны кажется, там, кто-то думает, блядь, типа, там, зазнавчись и туда-сюда, охуенный кейн. Ну, это только моё мнение, блядь. То есть, пока, знаете, я вам так скажу, вообще, то есть, неважно с каким человеком, блядь. Пока сами не пообщаетесь, не попиздите лично, блядь, никогда мнение не формируйте, блядь. Ну, это, блядь, это слишком, это слишком мудр, блядь. Проще, конечно, себя кого-то срать, там, и так далее, блядь. что в первом пункте, в первом пункте для меня это рекорд по онлайну больше, но у меня не было таких живых эмоций, допустим, как на Na'Vi 2010 против стримерс. Я имею в виду в плане эмоций. Но я почему-то не прям вот так проникся, как Na'Vi 2010 против стримерс. Когда мы играли я, Вадя, Шок, Кураш и Импала. Хоть мы и всосали, блядь, но я в тот момент такой счастливый был, пиздец. Мы прям как одна команда, как одно целое были, ебать. Если бы не 1.6, мы бы их унесли бы нахуй просто, блядь. Алоха Дэнс, виси Артас. Пацаны, я голосую от себя, я, блядь, не голос от народа нахуй, вы даже не понимаете. Я, что, никогда в жизни ни Артаса не смотрел, блядь, ни Алоху никогда не смотрел. Я не могу это, блядь, просто противостоянием года назвать. Конечно, похватом, блядь, для меня вот против фрикскат против 89-й вообще ебаный было. Na'Vi 2010 виси стримерс. Ну, блядь, наверное, это. Цитата года, блядь. Это, конечно, вообще ебаная категория, блядь. Даже хуй знает чё есть. Ну, АСУ, наверное, выберу, ёпта. Было бы, блядь, пчела, я пчелу бы выбрал, блядь, Алексея, нахуй. Кукин года, блядь, мне очень сложно будет это выбрать, потому что, я говорю, я стримы не смотрю. Так что я... А, блядь, я смотрел строго ебаные как он эти, блядь, лепёшки ебаные клеил, блядь. Я строго выбираю, блядь. Так, игра года. Так, ну точно не Fortnite, сейчас уже 2019-й. GTA 5 RP, конечно. Сервер в описании, ребят, ссылочка, блядь, на стрима, нахуй. На стримах не так заходят, так что я выбирать это не буду. Minecraft, прикольно, блядь, но нет, тоже, блядь, не игра года. Fall Guys, знаете, очень быстро, это как стояк Димана, блядь, Алексея. Вроде есть, но очень быстро исчезает. То есть, если встал, слава богу, если выстрелил, заебись, блядь. Among Us, что-то тоже очень прикольное. Возможно, знаешь, что-то подольше, это как стояк Пчелкин уже, наверное. Ну, тоже, знаешь, такое уже, что-то идёт на убыль, так сказали, блядь. Что-то непонятно. Знаете, такое что-то, что-то, что можно раз в год сыграть. Cyberpunk, вообще пиздец, настолько расхайпленная хуйня это, я не знаю. Это, знаете, наверное, как секс строго, блядь. Вокруг него будут хайд, значит, и пока он не случился, блядь, вокруг него ходит легенда, как только он произойдёт, ебать. Минуту поговорятся и забудут, в принципе, как сам секс, блядь. То есть, что-то такое тоже, знаете, совершенно, блядь. Ну, что-то такое переоценённое, вообще, оверрейт, так сказать, если английским языком вооружаться. Ну, Дота 2, чуть-чуть не моя история вообще. Я КС-ку, наверное, выбираю, я не знаю, ничего не могу сказать здесь. КС-ка, ну, это, блядь, для меня всё. Это то, на чём я рос, это первые турниры, блядь, первые соревнования, первые поездки на ЛАН, нахуй, когда меня мама отпускала, она боялась меня, блядь, 12 лет отпускать, ёпта, в компьютерный клуб, но всё равно отпускала, я ехала, блядь, на другой конец Москвы в митинг, блядь, просто. Пизду пёрся, блядь, чтобы поиграть на ЛАНах. Эта игра это моя жизнь, блядь, я никогда не забуду. И, наверное, даже, когда я буду умирать, блядь, в старости, надеюсь. У меня в голове, когда будет вся жизнь, знаете, пролистываться, я буду вспоминать КС, и не буду, наверное, ни капли жалеть о том, что я столько времени ей отдал. Так что КС-очка, ебать, родненькая, блядь. Площадка года, блядь. Ну, тут, конечно, конечно, блядь, гудгейм, ёпта, по-любому, ебать. Блядь, ну, две последние, это вообще пиздец, блядь, знаешь, вот там даже, если, блядь, в какой-то из вселенных, блядь, Леонтьев захотел бы постримить, блядь, на одной из этих площадок, блядь, там, блядь, онлайн больше пяти тысяч, нахуй, не поднимет, там площадка ложится сразу. Как они, блядь, запускают площадку, ёпта, и у них, блядь, больше пяти тысяч человек на сайте не тянет, блядь. Твич, конечно, блядь. До сих пор вообще нет никакой конкуренции, блядь. Вообще, нахуй, никакой нет. ИРЛ-стример года. Блядь, я тоже нихуя не смотрел. У Камик смешные моменты были. Блядь, я, наверное, кореш. Кореш вообще прикольный, Кент, выберу. Я, наверное, кореша выберу. Потому что, вот, допустим, Гексогена, Пинк, Баттерфляй, Мэнд я не смотрел. Бандос, Папу я не смотрел. Индианоча, ну, пару фрагментов видел, но нет. Джойна не смотрел, хотя он тоже очень много стримил. А кореша тоже чуть-чуть больше, говорю. Я вообще ничего не смотрел, блядь, но вот больше всего фрагментов я видел кореша и Камика, из них двоих выберу, наверное, кореша. Просто по стилю, по стилю, по стилю юморка больше подходит мне, блядь. На вещик твича, блядь, номинация. Блядь, это очень сложно. Тут пиздец сложно, потому что слушайте, я, наверное, выберу Арса, да. Я, наверное, выберу Арса, я много раз говорил про него, то есть, если брать, знаете, про остальных пацанов, то это больше именно нарезки, какие-то мемные, то есть Арс, ну, совершенно новый формат. Это вот эти фильмы, это вот эти, блядь, сериалы, нахуй, которые с ебучками, которые, блядь, даже сюжетную линию не теряют, блядь. Причем используются наши, наши же реплики, но сюжетная линия остается, блядь. Для меня, наверное, Арс, это самое то, что меня удивило. Вот вторую половину года. Так, сейчас отправлю вот эту хуйту. А, все, ответ записан. Я думал, просто там ничего не спалится, блядь.